Дом номер 29, корпус 1 по улице Зубковой, построен был сравнительно недавно. Однако у симпатичной кирпичной многоэтажки уже начались существенные проблемы с крышей. Постоянные протечки заставили жителей обратиться в жилищную инспекцию. Заключение, которое было выдано после обследования, крыша не порадовала. То, что происходит по крови, угрожает жизни, жизни и здоровью. На данный момент в фонд капитального ремонта жильцами этого дома выплачено порядка полутора миллионов рублей. Этих денег, если бы их удалось получить, на ремонт крыши хватило бы наверняка. Однако, как выяснилось предыдущим председателем ТСЖ, не был создан спецсчет, который позволил бы получить данные деньги по первому требованию. Процедура передачи документации, которая своевременно не была передана предыдущим председателям, я так это понял. То есть, существует определенная норма. Вот, проведено общее собрание, вы должны документы подтверждать, что вы решение приняли о формировании фонда на специального счета у себя ТСЖ, или передавать региональному оператору ваши деньги. То есть, или это ваша общая кубышка, из которой можете брать на ремонт крыши, труб, или отдаете региональному оператору. Но если региональному оператору отдаете, то включается программа проведения капремонта, которая, возможно, даст вам возможность, вам не даст возможность, допустим, дожить до этого периода, потому что это будет в 2040 году. Действительно, таков закон. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области жителям предложили лишь один вариант решения данной проблемы. Нам отвечают, что вы можете собрать собственные деньги, а нужно сейчас полтора миллиона, а потом, по факту, то, что вы потратите каждый из жильцов, вы не будете платить фонд капремонта. То есть, получается, полтора миллиона собрать со всех жильцов, можете себе представить, получается, в среднем, если на каждую квартиру, до 10 тысяч нужно собрать. Сейчас ремонт крыши начат на средства жильцов. Удастся ли добиться каких-то выплат из фонда капитального ремонта, пока не ясно. Однако крыша далеко не единственная головная боль жильцов данного дома. Еще больше их заботит ситуация, которая сложилась с оплатой горячей воды и отопления. Дело в том, что до 1 июля 2016 года был норматив у всех домов одинаковый. А сейчас те дома, которые до 1999 года, им норматив увеличили. А вот те дома, которые после 1999 года, норматив уменьшили. И на наш дом норматив 185 гекалорий на один квадратный метр. И, естественно, мы производили оплату, но, как и раньше, по нормативу. После отопительного сезона мы всегда видели, какая сумма у нас излишне оплаченная. Потому что по счетам нам теплосеть поставляла по общедомовым счетчикам, которые мы ежемесячно предоставляли им данные. А сейчас получилось так, что у нас по нормативу мы производили оплату, а теплосеть нам выставляла по общедомовым. И получилось, что по нормативу оказалась сумма меньше, чем по общедомовым счетчикам. С горячей водой та же ситуация. В квартирах стоят индивидуальные счетчики, по которым и платят жильцы за кубы. А считаем, выставляют за гигакалории по счетчику общедомовому. И суммы существенно разнятся. Я ходила в теплосеть, я разговаривала с Базарь Владимиром Михайловичем. Он просто сказал, что такое есть постановление, что оплата должна быть по гигакалориям. Я говорила, что это нереально платить практически за себя и за того парня получается. Если в домах, где отсутствуют общедомовые счетчики, у них все хорошо, они платят по кубам, почему мы должны за кого-то производить оплату? Ольга Макроусова была избрана председателем ТСЖ «Уютный дом» лишь месяц назад. Сейчас в глазах жильцов именно она повинна в том, что происходит. Ведь дабы избавиться от долга, Ольга распределила его между жильцами, чем вызвала возмущение соседей. Нас никто не предупредил, работники ТСЖ, значит, руководители. Нас не предупредили заранее, что мы должны не поправить. Если мы платили неправильно, нас никто не поправил. И вот теперь спонтанно нам выставляют, вы посмотрите, какие тарифы. Я вот должна помимо суммы за квартплату ежемесячную, мне еще начисляют почти 6 тысяч. Итого выходит у меня 9 тысяч. Я могу заплатить. Однако Ольга Макроусова как может пытается разобраться в сложившейся ситуации. Для этого она обратилась в городскую ассоциацию защиты прав потребителей. Что-то можно сделать, потому что я не буду говорить о каком-то сговоре региональной энергетической комиссии с монополистами, которые являются поставщиками энергоресурсов. Но тем не менее, хотелось бы все-таки объективности в исследовании тех тарифов, которые формируются и утверждаются. Проблема долгов у этого дома возникла не сегодня и не вчера. Она тянется за жильцами уже на протяжении 8 лет. И понять причину этого весьма непросто. Есть несколько вариантов. Сумма показаний приборов, всех приборов учета по дому должна быть, в общем-то, идентична, как при общедомовом приборе. Но там есть еще и коммуникации, которые проходят до квартиры. Вот надо смотреть на их состояние. Если же эти коммуникации в ненормативном состоянии, неналежащем, они не готовы, протечки есть, потери тепла, тогда, да, образовывается долг, который надо всем выплачивать. Но это решение общего собрания должно быть. Каким образом они будут эту проблему решать, поскольку у них есть устав, и в уставе должно быть все это прописано. Чтобы понять, каков же механизм образования долга, мы отправили запрос в соответствующие инстанции. И сейчас ждем ответа. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».